всем привет сегодня поговорим о том кто и когда писал так называемые древние летописи о бумаге вы наверное уже слышали что официально белая гладкая бумага появляется в конце восемнадцатого века стало быть до девятнадцатого века бумага должна быть желтая грубая и негладкая второй момент о котором все почему-то забыли если вы пишете от руки и вам нужно написать большой объем текста то удобнее всего писать на свитках писать много текста от руки в носитель типа книга не удобно тетрадь еще можно исписать от руки но толстую книгу неудобно третий момент как нас уверяют специально обученные люди в то время когда бумага или другой носитель а также чернила были дорогими и труднодоступными то есть примерно с 10 века по 18 века рукописи писали чуть ли не в каждом монастыре а когда наладили производство бумаги и чернил и они стали доступными летописи резко перестали писать не это летописи 18 19 века после 18 века они почему-то резко стали не нужны а до 18 века они почему-то были всем нужны четвертый момент стиль написания стиль шрифта и стиля рисунков все эти стили вообще не меняются самых ранних летописей до самых поздних этот стиль назвали лубок рисунки в летописях это вообще отдельная история когда их рисовали наверное думали вот так картинки нужны но если мы их нарисуем слишком качественно то не получится втирать дичь о вечной отсталости славян давайте нарисуем эти рисунки на минималках давайте остановимся на рисунках подробнее картинки из летописей охватывающих несколько сотен лет следующие деревянные крепости лодки всадники на конях с копьями луками и мечами и религиозные здания как и в 19 веке как будто лет 700 в стране вообще ничего не менялась почему на картинках нет мостов причалов акведуков и античных зданий с колоннами если во всех старинных городах есть акведуки то почему на руси россии их нет как решался вопрос водоснабжения больших городов такое возможно если летописи писались в постапокалипсис когда не до акведуков лишь бы выжить или же в период когда есть водопровод и писарь просто не задумался об этом картинки как и сам текст написаны на бумаге верите ли им решайте сами насчет водоснабжения знаю многие напишут были колодцы допустим были а лично вы знаете хоть один колодец старше 200 лет а вот и их автор автор рукописных книг и лупка 19 века и начала 20 века иван гаврилович блинов иван гаврилович блинов 5 ноября 1872 деревня кудашиха большеписошнинская волость балахнинский уезд нижегородская губерния выдающийся русский каллиграф и художник миниатюрист книгописец хотелось сказать книгопечатник но он книгописец иван гаврилович блинов родился 5 ноября 1872 года в крестьянской семье гавриила андреевича и любови клементьевны блиновых семья принадлежала к бегло поповцам дед и дядя по материнской линии иконописцы также занимались росписью прялок в подростковом возрасте увлекся перепиской книг первыми работами юного блинова были тетради с текстами канонов избранным праздником и святым которые он переписывал по заказу одного из городецких книготорговцев в 1887 году начинающий каллиграф создает свое первое крупное произведение канонник объемом в двести девятнадцать листов а год спустя блинов переписывает и лицевой толковый апокалипсис из произведений выполненных иваном гавриловичем с 1894 по 1901 год выделяются несколько лицевых списков повести о петре и февроне и муромских канон честному кресту и роскошный лицевой канонник куда вошли 10 канонов на двунадесятые праздники в процессе работы блинов параллельно изучает богатейшие книжные собрания своих заказчиков знакомиться с другими переписчиками художниками миниатюристами и иконописцами еще более шлифуя собственный навык таким образом к концу 90-х годов девятнадцатого столетия иван гаврилович становится общепризнанным мастером каллиграфом и миниатюристом середины 1890-х блинов стал пробовать себя в реставрации досконально освоив манеру и технику различных книгописных школ художник дописывает утраченные фрагменты различных рукописей украшает неиллюстрированные манускрипты орнаментами и картинами в 1905 году по заданию нижегородской городской думы художник приступает к созданию лицевого списка иудейской войны иосифа флавия в конце 1900-х связи в среде старообрядческих предпринимателей приводит блинова в москву где он посещает московский публичный и румянцевский музеи работает в хранилищах исторического музея и третийковской галереи изучает синодальную библиотеку и библиотеку троица сергиевой лавры в петербурге художник знакомится с книжно-рукописным собранием императорской публичной библиотеки работая в нижнем новгороде казани москве и санкт-петербурге иван гаврилович с лихвой пользовался теми возможностями что предоставляли ему книгописные собрания вышеперечисленных городов мастерство блинова росло год от года на рубеже 1900 1910 годов иван гаврилович знакомится с художником стилецким плодом их совместных творческих усилий стала лицевой список слова о полку игореве не сохранился в 1912 1914 годах блинов создает три новых списка слова о полку игореве помимо стилецкого и савинова иван гаврилович сотрудничает и с прочими не менее знаменитыми художниками своего времени васнецовым нестеровым зворыкиным революционные события февраля-октября 1917 года застали ивана гавриловича в расцвете творческих сил и на пике карьеры тем не менее художник продолжает активно работать и следующий 1918 год стал пожалуй наиболее плодотворным в творчестве блинова в марте 1919 года блинов вошел в состав ученой коллегии российского исторического музея комментарий вот как человека советская власть меняет скажут что репрессировали он нет понадобился и новый уж очень работа востребованная видать постоянно находясь под подозрением властей художник то и дело возвращается к любимому занятию переписки и оформлению рукописей незадолго до кончины блинов получает письмо от своего давнего друга историка и археографа георгиевского в котором последний предлагал блинову выполнить для него новую книгу слова о полку игореве однако принявшись за данный заказ иван гаврилович так и не успела его завершить блинов скончался в родной кудашихе 8 июня 1944 года на 72 году жизни за свой творческий период блинов переписал и оформил около 200 средневековых рукописей самых разных жанров ряд из которых до сих пор не выявлен и не описан некоторые книги создавались в двух или в нескольких списках среди переписанных были новым произведений житие василия нового сказания о мамаевом побоище повести о петре и февронии муромских сказания о князе михаиле черниговском и о его боярине феодоре изборник святослава повесть об убиении царевича димитрия слово о полку игореве житие павла обнорского иудейская война акафист преподобному серафиму саровскому мудрость минандра мудрого житие анастасия узорешительницы повесть амония мниха о святых отцах в синае и раифе избиенных история города городца многочисленные канонники синодики сборники отдельные службы каноны и акафисты избранным праздником и святым и многое другое кроме того иван гаврилович им было мастерски отреставрирована в том числе восполнена и иллюминирована значительное количество рукописных книг созданы отдельные миниатюры блинов безупречно воспроизводил стиль любого периода эпохи 11 17 веков причем делая это как путем точного копирования соответствующего манускрипта так и посредством творческого подхода обусловленного глубочайшим знанием книгописных образцов означенного времени своем творчестве иван гаврилович применял все типы славянского письма опираясь на наиболее совершенные средневековые образцы более того целый ряд рукописей он переписал крупным уставным письмом собственного изобретения рисунок блинова четкий уверенный виртуозный во многих и без того миниатюрных произведениях прописаны мельчайшие детали вот так вот кто еще не понял к чему я клоню я покажу вам несколько образцов рукописных шрифтов от 12 века до 19 века но кто-нибудь разницу нашел я так нет теперь несколько тонкостей написания шрифтов романский шрифт пишется строго и просто стальным пером а вот в готике нужно поизвращаться красивая готика пишется гусиным пером то есть мягким и широким стилом однако на шершавой бумаге этого сделать нельзя перо начинает брызгать зато стальным жестким пером можно и очень хорошо но теряется художественности древность так вот то что написано в этих разнообразных древних рукописях написано либо по очень гладкой бумаги и гусиным пером либо железным шрифтовым пером сверху вниз широко на бок узко это блинов и его школа но ведь он был не один может быть я и ошибаюсь и где-то лежат настоящие рукописные книги или даже печатные но что-то их не видать все те рукописи что нам выдают за древние и самое главное по-разному древние они написаны на хорошей белой бумаги и на одной шрифтовой школе которую возможно и придумал блинов и его соратники все рукописи которые считаются очень древними написаны в манере которая очень похожа на лубок а некоторые летописи на плохой лубок вот такие тонкости знания типов бумаги и шрифтов позволяют выявить фальсификат конца 19 века кто-то спросит а что же было на самом деле мы недавно разобрались с климатом и выяснили что до 19 века климат был теплым еще мы разобрали такой вопрос как лишние тысячи лет добавленная как раз в середине девятнадцатого века теплый климат это больше похоже на римскую империю с античными то есть языческими храмами и богами а вот холодный климат и добавленное лишние тысячи лет это та история которую мы знаем от специально обученных людей церковь современного вида с попами длинные зимы деревянные убогие дома замученные нищие крестьяне сажающие и убирающие урожай для барина беспробудная отсталость и отсутствие технологий до приезда европейцев по моей версии чтобы во всем этом разобраться надо античную историю с теплым климатом условный древний рим соединить с 19 веком но эта тема для отдельного видео и напоследок хочу поделиться своими мыслями если империи смогли друг друга уничтожить ядерным оружием то у них было что-то наподобие интернета серверами и устройствами хранения данных после катастрофы понятное дело даже если и найти такое устройство наподобие жесткого диска или сервер целиком получить из него информацию будет практически невозможно так как наши носители архитектура система записи и кодирование информации навряд ли совпадает с допотопной так вот к чему я это все что если наша реальная история находится на допотопном сервере его может быть и нашли но подключиться и получить с него информацию очень большая проблема поэтому информация о прошлом обрывается в определенный период нет книг журналов и других источников информации я думаю что после катастрофы знали примерную хронологию событий знали очередность правителей и их имена а все окружающие и дополняющие события пришлось в буквальном смысле выдумывать опираясь на то что окружало писарей в период написания именно поэтому история с 8 по 17 век выглядит одинаково князь с дружиной на конях поскакали туда-то потом еще куда-то за 900 лет могли быть и взлеты и падения в одни века князь с дружиной перемещается на технике а в другие века после катастрофы на конях для аналогии в наши дни западные страны скинулись и построили в пустыне австралии огромный сервер на который записывается абсолютно вся информация о произошедшем и происходящем в мире книги оцифровываются и сохраняются на этом сервере это видео из ютуба и другие тоже попадут на этот сервер только вот маленький вопрос после катастрофы или ядерной войны как к нему подключиться и получить информацию для выживших людей это будет лишь странный куб посреди пустыни какое применение они ему найдут остается только догадываться а на этом все до новых встреч пока а а Субтитры создавал DimaTorzok